Опасов угля на котельной нет. Долги предприятий растут, недовольство потребителей тоже. И возникает реальная угроза остановки котельной и размораживания сетей. Перед началом сессии, во время часа заявлений, депутаты не обошли ситуацию в Новокижингинске. В школах, детских садах и других зданиях села температура не поднимается выше 10 градусов. Оптимальные решения для выхода из замкнутого круга видим в аудите, финансовой деятельностью МУК «Тепловик» с целью определения объема выпадающих доходов и их возмещению из республиканского бюджета. Депутаты решили бороться с правонарушениями в сфере экологии превентивно. В Бурятии появился закон об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры. Чем он с детства будет больше понимать, любить природу, любить Байкал, относиться к этой территории как к своему родному и близкому, надеюсь, этим и будет заниматься в исполнении данного законопроекта. С нового года для получения выплат на ребенка не нужно будет подавать несколько заявлений в различных структурах. Появится единое пособие на ребенка до 17 лет. Выплаты будут идти от пенсионного фонда. Получать его смогут родители более 112 тысяч детей. Размер пособия будет составлять от 50 до 100% регионального прожиточного минимума для детей, что составит в 2023 году от 8 до 16 тысяч дифференцированных. Другим важным вопросом стало итоговое принятие бюджета республики на будущий год. Ко второму чтению у нас доходы увеличились на 7 миллиардов 200 миллионов рублей. В том числе это 4 миллиарда 800 рублей – это дополнительная финансовая помощь федерального бюджета. И более 2 миллиардов рублей – это наши налоговые и неналоговые доходы. То есть нашли резервы по НДФЛ, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых и так далее. Расходная часть у нас более 115 миллиардов рублей, доходная часть на уровне более 107 миллиардов рублей. Ну и дефицит у нас в рамках бюджетного процесса – это более 7 миллиардов рублей. Обсуждались все вопросы, все приоритетные вопросы. И максимально мы сегодня в бюджете предусматриваем самые приоритетные направления, чтобы были выполнены все социальные обязательства перед нашими гражданами. В целом бюджет, который сейчас принимают, он сохраняет у нас социальную направленность. Также больше 61% бюджета идет на социальную защиту. Очень серьезные средства, порядка 18 миллиардов сейчас, это будет как раз по пособиям перечисляться. Бурятия является одним из лучших регионов России по развитию ТОСов. И теперь обладатели нагрудного знака «Лидер территориального общественного самоуправления» в Республике Бурятия могут получить еще и почетное звание. «Закон о ветеранах труда, туда добавляется теперь будет такая строка, что награды, которые получили за деятельность в ТОС. То есть люди, которые в ТОС активно будут работать в ТОСах, то есть эти люди, также получив награду за эту деятельность, будут иметь право стать ветераном труда при выходе на пенсию». Еще одним значимым нововведением стало расширение бесплатной юридической помощи. На нее теперь смогут рассчитывать обманутые дольщики. Сегодня в Бурятии возводится 10 проблемных объектов строительства, к строительству 9 из которых привлечены средства 376 граждан.